Социально значимые для города вопросы обсудили на 43-й внеочередной сессии Гродненского городского совета депутатов 26-го созыва. Повестка дня была очень насыщенной. За счет налогов и продажи недвижимости городской бюджет увеличился на 18,5 миллиардов рублей. Эти деньги необходимо было распределить и пустить в оборот. Таким образом, было решено направить денежные средства на содержание ЖКХ и коммунальных служб, а также оказать помощь здравоохранению и сфере образования города. Был рассмотрен вопрос и определены округа на предстоящие выборы в городской совет депутатов, которые, к слову, пройдут уже в марте следующего года. В принципе, мы оставляем те же округа, которые были и предыдущие выборы, 30 округов у нас, а численность выборщиков будет от 7,5 тысяч до 8 тысяч по каждому округу. На заседании подвели предварительные итоги смотра конкурса на лучшую постановку работы комитетов территориального самоуправления города Гродно. Работа их очень обширна, начиная от воспитательной работы с молодежью, наведения порядка в домах, при домах, проведения мероприятий, празднования, чествования ветеранов, работа, так сказать, с людьми, которые нарушают общественный порядок. Это все у них входит функции, но, к сожалению, они не оплачиваются, эти должности, поэтому мы находим возможность их как-то и материально пошить. Методом вот премии за первое, второе, третье место, грамотами, ну и другие методы. Детские площадки, новые стоянки, благоустройство дворовых территорий. И это далеко не все, за что мы можем сказать спасибо работникам местного самоуправления города. Семь лучших комитетов Ленинского и Октябрьского районов представили фотоотчеты о проделанной работе. По итогам смотра конкурса Комиссия городского совета депутатов определит три лучших КТОСа в городе. Победителей ждет солидная денежная премия, которая пойдет на поощрение работников, а также на улучшение материально-технической базы. На заседании были рассмотрены и другие вопросы, например, как продвигается подготовка города к предстоящим праздникам. Напомним, что в следующем году наша страна отметит 70-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. А летом в Гродно пройдет юбилейный 10-й Республиканский фестиваль национальных культур. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.